Девушки отдыхают Девушки отдыхают Группа из восьми российских спортсменов зарегистрировала в МЧС Российской Федерации лыжный маршрут, который должен проходить с 14 марта по 17 апреля 2008 года в Якутии в районе горного массива Сунтар-Хаята Мы находимся в Якутии недалеко от поселка Нижданинского 10 километров еле-еле, может быть, отошли за полтора дня Устали очень, тепло, хорошо, все довольны А куда мы идем? Туда Вот Иван Николаевич, самый сильный спортсмен в нашей группе Давайте попробуем взять у него интервью Иван Николаевич, говорите в микрофон Как вам кажется, вот ваши прогнозы Мы сможем дойти быстрее, чем за пять дней до нашего перевала? Ну, не знаю Как самочувствие вообще? Счувствие отличное Замечательно Погода замечательная Ага, перейдем к другому участнику нашего похода Говорите в микрофон Первые два дня было относительно тепло Потому что шли по реке Но были и свои прелести Под снегом камни Их там очень много Если тропишь Ну, то есть первым идешь и лыжни прокладываешь То постоянно на них натыкаешься Я иду в политоколы Парабосы, полосы, полосы Пользуюсь случаем Хочу поснимать спину уходящих товарищей Предыдущая съемка была несколько дней назад За три дня, если быть точным Мы прошли 60 километров По реке Терри Рельеф местности пересечен То тропешка, то камни До ночевки осталось три Приложительные находки Они проложили свой маршрут Через покрытые снегами Сибирские просторы В области, расположенной на стыке Якутии и Хабаровского края Более 500 километров За 35 дней Где-то рядом Так называемый полюс холода Аймекон Место, холоднее которого нет Во всем северном полушарии Говорят, когда-то Ученые зарегистрировали В Аймеконе температуру Минус 71 градус по Цельсию Сегодня нам трудно даже представить себе Как это? Что там вообще может происходить В такой холод? Как на Марсе? На темной его стороне? Спортсмены запланировали Преодолеть более 20 перевалов Шесть из них сложные Категории 2Б Это значит, что впереди у группы Снежные, ледовые, скальные склоны Крутые, больше 45 градусов Щедро снабженные Стенными участками и ледопадами Всего в группе 8 человек 7 туристов из Казани И один из Екатеринбурга У каждого за плечами Не одно опасное восхождение Артем Бикушев 22 года Он из Нижнекамска На последние лет 5 живет в Казани Начинал с нуля, как говорится Организовывал пешие и велосипедные гонки Летом планировал идти на Памир В пешку Линейное пересечение Больше 300 километров С восхождением на пик советских офицеров Пик Ленина Отдыхали в основном на ночек Ночью сидишь, дежуришь Огонь в печке поддерживаешь Надо успеть еще разлатать снаряжение Если порвалось Высушить одежду Отдыхаешь, скорее всего, на подсознательном уровне Что-то похоже на медитацию Казанский вокзал В уютном свете желтых фонарей Провожал туристов поздним вечером Собралось много знакомых и незнакомых людей И закрутилось Кто-то оживленно жмет руки Кто-то песни поймет Мы вернемся? Даже не надеемся, что мы не вернемся Перевал станции был первым сложным препятствием на нашем пути Он даже категорийный Забирались с него два раза Потому что не могли сразу все снаряжение проднять Там килограммов 50 было на каждого Кто как мог, так и нес Ты живу в отпуске, Димон? Хорошо тебе отдохнуть Спасибо Заброшенная гидрометеостация Началась функционировать в 54-м И, по-моему, в 80-х Полностью законсервирована Внутри из себя база представляет полностью разрушенное строение Непригодное ни для жилья, ни для ночлега Слава Богу, у нас есть палатка В которой мы собираемся ночевать Скажи, Олег Снимаю Вы, как сегодняшний повар, расскажите, пожалуйста Людям интересно, что на праздничный ужин у туристов-ныжников Себе скромненько готовим Чудесное мясо Чудесный рис Чудесный спирт С колбаской Перевал белорусский Перевал белорусский Перевал белорусский Разбуженный бесцеремонным вмешательством в свой покой Встретил команду Волчьим воем колючего ветра Он забирался под одежду Выдувал оставшиеся силы и тепло Этот изнуряющий марш Занял почти сутки Итогом его И благодарным завершением Стал патриархальный вид долины Открывшийся с перевала Думаю, ради одного только этого момента И стоило все затевать Но дальше, дальше по гребню К вершине гори палатка Завтра, 25 марта Олег Кулешов Руководитель маршрута С виду мягкий и улыбчивый человек Говорун, который не стесняется улыбаться Ни одной командирской нотки в голосе Сразу не подумаешь Что за его плечами Множество сложнейших горных испытаний Перед ним сейчас стоит выбор Вести группу по заранее выбранному курсу Через перевал столичный Или обойти иным путем Склоны столичного крутые И, конечно, лавиноопасные Так, что у нас рядом? Ближе всего перевал С мелодичным названием Агидель Он менее крутой И, кажется, не так заснежен Мы поняли, что перевал столичный Лавиноопасный И решили перебраться через Агидель Он пониже, положи Снега на нем меньше было Страховаться на нем удобнее Подготовка к штурму перевала Агидель Кажется, идет в штатном режиме Все на своих местах Знают, что делать И выполняют свои обязанности Вот команда осматривает Скальное образование наверху Принято решение о том Что поднимется один человек Который закрепит страховочную систему На скальном выступе выше Вадим Семин Начинает движение вверх Он будет подниматься к скальному выступу И пройдет почти половину пути Я увидел, как весь склон распался буквально на пазл В следующую секунду был глухой удар Бух И я увидел, что на меня все это поползло Первая, конечно, мысль Это за что-нибудь спрятаться Соответственно, мы рублаками вот так закрылись Верхний фасплан За ними спрятались И в первую секунду нас снесло Буквально во вторую Получилось И едешь Видишь небо над собой И думаешь Сейчас верхний слой будет Накроет тебя и все Сейчас засыпет И думаешь Когда же она становится Плавина Искали хоть что-то Что поможет искать Юру откопали первым Он был без сознания Весь синий Одного оставили с ним Сами дальше Минут сорок искали Лопаты ломаются Не держат на черта Нашли Белая река Оставила себе двоих Самых окрыленных Она не спросила их согласия Просто знала Что для них это И есть тот самый последний предел Они шли к нему всю свою жизнь И наконец достигли его Уж так она устроена Наша жизнь Всегда заканчивается Чтобы снова начаться Чтобы снова начаться Когда-нибудь А потому Запомните их Пройдут годы И вы будете рассказывать О них своим детям Мы вернемся Даже не надеюсь Что мы не вернемся Больше знаком Не волнуйся Все нормально Все будет Аминь Самый воин Я не хотел бы, чтобы мои дети Сходили в такие опасные Сложные путешествия Это говорю Как отец Но если вдруг Они меня попросят Об этом То как их друг Я научу их всему Что умею сам Для чего? Для того, чтобы оберечь их И чтобы им тоже Открылись горы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok